Рядом со мной Сергей Каширин. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей, вы сегодня как партнер. С чем вы на мероприятии? Что у вас сегодня здесь представлено? Да, я сегодня как партнер. У меня представлена живая вода Канген. Эту воду мы сегодня пьем в течение всего вечера на мероприятии. И эта вода является живой. Именно так описан феномен у нас в России. Он именно так известен. Вообще в мире этот феномен называется щелочная ионизированная вода. И организаторы знают, что я занимаюсь этим бизнесом. У меня есть такая вода и меня приглашают. Я с удовольствием прихожу, угощаю водой, показываю, что есть такая вода. Сергей, вот сегодня здесь аппарат представлен. Расскажем, как он функционирует, насколько хватает и кто основной потребитель такой воды. Это приборы. Основная задача его ионизировать воду. Это японского производства прибор. Он подключается к электрической розетке и водопроводному крану. То есть все очень просто. И изменяя режим, на фасаде этого аппарата есть кнопки. Нажимая на эти кнопки, изменяется режим работы. Есть несколько режимов питьевой воды. Щелочная вода, нейтральная вода. Есть несколько режимов не питьевых. Вода для красоты. Вода для отмывания от овощей, фруктов, пестицидов и агрохимикатов, которыми они покрыты для защиты. А также этот прибор делает и дезинфицирующую воду, которая еще как антибиотик работает. То есть такой многофункциональный прибор. Это, по сути, домашний комбайн водяной и одновременно домашняя аптека. Сергей, правильно я понимаю, что ограничений нет с маленького возраста до пенсионного возраста. Можно употреблять эту воду и даже людям, тем, кто очень в глубокой старости. Ну, конечно. Это же вода. Воду надо пить. И чем лучше качество воды мы пьем, тем лучше качество нашего здоровья. И ограничений на питье этой воды практически нет. Потому что маленьким детям им тоже нужна вода. Если ребенок совсем грудной, то используется режим нейтральный. Вот он здесь изображен в виде зеленой пиктограммы. Если ребенок уже докармливается, то ему можно уже добавлять воду слабощелочную, 8,5 pH. Такой режим здесь есть. Если человек взрослый, здоровый взрослый человек, ему на постоянной основе рекомендуется пить воду слабощелочную, антиоксидантную, 9,5 pH. Если человек пожилой, то эта вода способна восстановить и поддерживать его здоровье. То есть это настоящая, живая, оздоравливающая вода. Сергей, а вот здесь стаканчики с зеленой, сиреневой водой. Это что такое? Это тест какой-то вы делали, проводили? Да, это небольшая выставка возможностей этого аппарата. Здесь представлено несколько образцов воды. Например, вот образец известной марки. Здесь вода из этой бутылки привезенной. И вода из-под крана, водопроводная вода. И вода Канген. Мы здесь можем увидеть щелочность воды. То есть здесь показана щелочность. Здесь специальные капельки, которые можно добавить любую прозрачную жидкость. И, используя специальную шкалу, можно посмотреть, какой щелочность или кислотность обладает та или иная жидкость. Соответственно, пить воду щелочную очень полезно. И это я и демонстрирую здесь. Сергей, как вот вы считаете, чем полезны такие мероприятия для предпринимателей? Что они в целом им дают? Во-первых, это общение, нетворкинг. Здесь много разных людей, которые занимаются бизнесом или где-то работают в каких-то сферах. Это обмен мнениями, это обмен идеями. Это и прямая коммуникация, знакомство. Для меня интересно это мероприятие тем, что я могу показать людям, что есть такая вода оздоравливающая, во-первых. Во-вторых, я занимаюсь этим бизнесом. И мне интересно, чтобы как можно больше людей узнали об этой воде. Соответственно, мне нужны партнеры в разных регионах России. Я верю, что на этом мероприятии, мероприятие от Московской ассоциации предпринимателей, я смогу найти таких активных и позитивных людей, кто может эту идею, идею по дистрибуции, скажем так, по презентациям данного типа воды, данных аппаратов, сможет производить у себя где-то в регионах. Возможно, здесь кто-то из регионов есть. Возможно, у них есть знакомые предприниматели, активные люди из регионов. Буду знакомиться, буду общаться, узнавать. И пусть такие приборы будут установлены в каждом доме в Российской Федерации, не только. Я в это верю. Это скоро произойдет. Все, Сергей, спасибо. Вам удачного вечера. Спасибо.